В разговор о Боге Борман явно втягивал первого космонавта, после полета которого в СССР началась антирелигиозная кампания. Гагарин не откликнулся. Юрий Гагарин очень умный был человек и знал ситуацию политическую в нашей стране. Серьезная борьба с церковью продолжалась. Разрушали храмы, еще разрушали храмы. Неизвестно было ли это совпадением, но именно в один из тех дней, когда заокеанский астронавт приглашал Гагарина к разговору, тот в сопровождении знакомого преподавателя военно-воздушной академии Валентина Петрова ездил в Троице Сергиеву Лавру. Наместник показал гостю коллекцию из церковно-археологического кабинета Лавры. Но Гагарином потрясло одно, макет храма Христа Спасителя, и он там, интерьер, он так заглядывает и говорит, а где этот храм? А батюшка говорит, ну, там где эта лужа, бассейн Москва. Через две недели пленном ЦК по воспитанию молодежи, и он выходит на трибуну, текст нам давали, ЦК согласованный. Он читает текст, потом отворачивается, говорит, о каком воспитании патриотической молодежи может, когда взорвали храм воинской славы, и я, говорит, видел только один макет, и тот душа замирает. И вот я никогда не думал, что у Гагарина вот такая снебость будет. Естественно, газеты о скандальном выступлении Гагарина на пленном ЦК комсомола не сообщали. Над теми же, кто об этом выступлении рассказывал, откровенно смеялись, не верили. Но в те времена вести разговоры на эту тему, это фактически приметь на каждому сотруднику, это, так сказать, диагноз на прекращение деятельности в ЦПК. Среди ярых атеистов речь Юрия Гагарина, давайте восстановим храм Христа Спасителя. Этого не было и не могло быть. И все-таки это было. Восстановить истину помогла Галина Токарева, главный специалист архива социально-политической истории. В 60-е она работала в ЦК комсомола. Вот эта сценограмма, авторский экземпляр, в которой имеется выступление Юрия Алексеевича Гагарина. Этой папке уже 45 лет. Историки не интересовались ею только по одной причине, не верили, что она есть. В Москве была снята и не восстановлена триумфальная арка 1812 года. Был разрушен храм Христа Спасителя, построенный на деньги, собранный по всей стране в честь победы над Наполеоном. Здесь есть личная подпись Юрия Алексеевича Гагарина. Вот. Он визирует, видите, подлинный экземпляр. И когда доложили к генсеку, он говорит, ну, знаете, Гагарин есть Гагарин. Поэтому первое, что мы сделаем, это обязательно восстановим триумфальную арку. Ее восстановим. А Юрий Алексеевич не дождался, но сейчас храм стоит. На мой взгляд, мы еще недостаточно воспитываем уважение к героическому прошлому. Зачастую не думаем о сохранении памятников. В Москве была снята и не восстановлена триумфальная арка 1812 года. Был разрушен храм Христа Спасителя, построенный на деньги, собранный по всей стране в честь победы над Наполеоном. Неужели название этого памятника затмило его патриотическую сущность?